Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. 1 февраля в Твери состоялись премьерные представления нового шоу «Легенда цирка» в зале «Аншлаг». И это неудивительно. Сложные и неповторимые трюки, мощное, динамичное светомузыкальное сопровождение, красочные номера и сочетание кавказского темперамента с утонченной восточной грацией. У вас самый теплый зритель. И прошу всех наших зрителей, чтобы они приходили в цирк, и мы их будем радовать. Мабушек, мам, пап, все. Это настоящее искусство, где ты не схалтуешь. Рискованные трюки воздушных гимнастов, забавные номера с дрессированными собаками, медведи, проявляющие чудеса акробатики и смекалки. Все это можно увидеть в шоу, но особый восторг вызывают, конечно же, великолепные лошади. Шоу очень легкое, воздушное, яркое и запоминающееся. Отверчане смогут увидеть новое шоу «Легенда цирка» в предстоящие выходные. Киноконцертный зал «Панорама» продолжит удивлять тверичан и в новом 2020 году. Как? Расскажет арт-директор ККЗ Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами немножко поговорим о джазе. Что это за понятие и откуда вообще взялось слово «джаз». Слово «джаз» само по себе не имеет какого-либо глубочайшего значения, либо истоков. Его происхождение до сих пор порождает множество споров. По одной из легенд, Кларес Уильямс, один из основателей этого направления, употребил слово «джаз» в одной своей композиции, и оно буквально разлетелось в разговорной речи того времени, а после стало названием целого направления любимого и узнаваемого всеми зрителями музыкального стиля под названием «джаз». Несмотря на то, что изначально джаз считался музыкой афроамериканцев, мы понимаем, что в нем буквально происходит слияние музыкальных течений со всего мира, от европейской камерной музыки до афробита. Вот одна из цитат известного джазового музыканта Луис Армстронг как-то в ответ на вопрос, а что же все-таки такое джаз, ответил. Если вы задаетесь этим вопросом, то вы никогда не поймете, что такое джаз. Интересно, но благодаря джазу в Америке появились фокстрот, чарльз-тоун, аргентинская танго. Удивительно, но во времена расцвета джаза женщины стали вести себя более свободно. И еще более удивительно, что во времена расцвета джаза женщины получили право голосовать на выборах. По моему мнению, безусловно, это совпадение, однако, как знать. А мне вспоминается один интересный случай, который произошел на концерте известного также джазового музыканта Игоря Бриля. По окончанию концерта, когда публике не хочется расходиться, когда в зале звучат еще отголоски исполняемой программы, а музыканты ловят минуты счастья, на сцену поднялся маленький мальчик и принялся что-то искать. На вопрос маэстро мальчик, что же ты ищешь? Он ответил, я ищу нотки, по которым вы играли. А нотки здесь, ответил Игорь Бриль. Вот в этом и заключается джаз. Итак, дорогие друзья, 21 февраля нам с вами посчастливится увидеть один из самых звездных джазовых коллективов. Это оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Лешкевича. В киноконцертном зале «Панорама» мы посетим своеобразный музыкальный джазовый музей. Ведь по праву можно сказать, что этот именитый звездный коллектив предоставляет нам уникальную возможность услышать, понять, почувствовать и погрузиться в исполняемую программу так, как она звучала именно в ту эпоху, когда была написана. Творческая концепция коллектива заключается именно в этом. Исполняемые произведения, которые принадлежат эпохе свинга, звучат в оригинальных обработках и аранжировках. Руководителем и основателем коллектива явился известный джазовый музыкант России Федор Лешкевич. Интересный факт, но первое высшее образование Федора Лешкевича это технический университет имени Баумана, который он успешно закончил. Но музыка все-таки взяла верх. И он объединил вокруг себя таких же влюбленных в джаз талантливых музыкантов, которые умеют отобразить все принципы звучания этого направления. Очень важно, что эти музыканты также в совершенстве владеют искусством импровизации. Именно эти таланты и эти возможности дали коллективу так быстро взлететь на звездный небосклон известных российских коллективов. Ведь столичный джаз под управлением Федора Лешкевича существует сравнительно недавно. Однако он завоевал и любовь, и признание слушателей и зрителей. И нам с вами предстоит в этом убедиться. 21 февраля в 19 часов встреча с оркестром в столичный джаз под управлением Федора Лешкевича. А сейчас наша традиционная рубрика «Кинообзор», что сегодня идет на большом экране киноконцертного зала «Панорама». Расскажу прямо сейчас. Продолжение романтической сказки режиссера Жора Крыжовникова фильма «Лед-2» выходит в широкий прокат в День всех влюбленных 14 февраля. Вы знаете, что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Тогда есть возможность узнать это в новой части. Для фигуристки Нади и хоккеиста Саши, с которым зритель познакомился в картине «Лед», звучит свадебный марш. Теперь они больше всего на свете мечтают о ребенке, но цена, которую им придется заплатить за воплощение мечты, невообразимо высока. Ну что, кто там у нас? Пока сложно сказать. Может быть, если повернется? Давай, переворачивайся. После пережитых потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках. Особенно если сценарий этой сказки пишет Андрей Золотарев. В главных ролях фильма «Лед 2» Александр Петров и Аглая Тарасова в картине также играют Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, юные дарования Вита Корниенко и Сергей Ловыгин. Увидеть премьеру твричане смогут на большом экране в День всех влюбленных 14 февраля. Это будет лучший подарок своей половинки на праздник. Заказы бронирования билетов по телефону 300 033 или на сайте panorama.defestver.ru Возрастное ограничение 6+. На этом у меня пока вся информация. Увидимся с вами в следующем выпуске программы Культфьюжн. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!